День пожилых В городском отделе занятости и социальных программ отмечают, что только за третий квартал этого года выявлено 30 человек, у которых нет ни родственников, ни жилья, и они не могут с собой самостоятельно ухаживать. В рамках месячника милосердия предусмотрена масса мероприятий. Будут проходить встречи во всех округах, а также в городе встречи ветеранов Великой Отечественной войны, тыловиков, участников блокадного Ленинграда, узники. Все вот эти категории, малообеспеченные граждане, инвалиды, все они будут охвачены во всех мероприятиях. То есть будут устраиваться встречи. Это те организации, у которых есть свои ветераны Великой Отечественной войны, они обычно каждый год чествуют. У нас такие мероприятия очень хорошо проходят. Высших учебных заведений ходят в университете Джангерхану, ЗГТУ. Также железнодорожные предприятия хорошо чествуют своих ветеранов. В этом году также в рамках месячника мы планируем проведение ярмарки вакансий для инвалидов. Кстати, сами пожилые люди праздника в этот день не ощущают. Ежедневные проблемы с возрастом становится все труднее решать. Проблем много. Пенсию, вот я пенсию вроде такую неплохую получаю. 60 тысяч, то только-только хватает за квартиру заплатить. И лекарства много покупаешь. Вот за лекарства, значит, не хватает даже до конца. Вот сейчас еще числа пятого получаю, а я уже, мне уже кончилась пенсия. Я хотел бы, чтобы пожилые люди действительно не заглядывали в будущее, знали, что будущее у них будет хорошее, счастливое. Но пока такое положение, многие, вот видите, сидят, ушла женщина. Чтобы достойная пенсия была. Чтобы старость им, дети помогали. Чтобы при работе дети были. Все же пожилыми будем, да? Да, все пожилыми будем. Старыми будем, больными будем. Чтобы, как сказать вам, было у них ясное будущее. Помнить о стариках нужно не только в праздники, но и в будни. А Международный день пожилых как раз тот день, когда можно встретиться со своими бабушками и дедушками и уделить им внимание. Роман Копняев, Айбула, Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова